Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр, и это видео, я думаю, что будет очень полезно и актуально начинающим гитаристам. Я решил записать его, потому что заметил некую тенденцию во время занятия со своими учениками по скайпу, да и с теми начинающими музыкантами и гитаристами, с которыми приходится сталкиваться. Суть заключается в том, что когда мы начинаем осваивать гитару, и одним из первых этапов является разучивание аккордов, и в частности смена аккордов, когда мы находимся в той или иной тональности и играем определенные цепочки. Так вот, во время смены от одного аккорда к другому аккорду заметен на слух некий стык, когда происходит какая-то такая едва заметная порой пауза, но она достаточно сильно может помешать ритмике произведения. Вы знаете, когда поезд идет по рельсам, присутствуют вот эти звуки, характерные колес на стыках между рельсами. Чук-чук-чук-чук. Чук-чук-чук-чук-чук. Так вот, наша с вами задача, образно выражаясь, нивелировать вот эти вот стыки во время игры на гитаре. И вообще, сейчас я, прежде чем покажу это упражнение, хочу сказать, что чем мягче и плавнее ваши переходы от аккорда к аккорду, от позиции к позиции во время игры на гитаре, тем лучше. Даже когда вы прыгаете с первой позиции, условно говоря, на седьмую, вот этот вот прыжок, он тоже должен быть очень мягким. Само движение даже руки, вот если вы поиграете и последите за своей рукой, оно должно быть что-то в этом роде, когда вы двигаете вначале локоть, потом перемещается запястье, кисть, потом пальцы, фаланги пальцев крайней, и потом только подушечками вы наступаете на нужные лады, на нужных струнах. То же самое, когда вы двигаетесь с верхних ладов на нижние лады, вот этот прыжок смены позиций тоже должен происходить гладко, когда вы двигаете локоть, потом запястье двигается, кисть, пальцы, фаланги пальцев, и только подушечками, потом вы уже ставите тот или иной аккорд в той или иной позиции. Ну а теперь давайте к нашему упражнению, которое связано с игрой аккордами. Знаете, когда мы играем аккордами, особенно на начальном этапе, то мы мыслим отдельно взятыми нотами. Скажем, вот возьмем переход, условно говоря, от аккорда до мажор к аккорду ля минор, вот до мажор играется следующим образом, в данной аппликатуре возьмем первый, второй и третий пальцы, уже в детали не буду вдаваться, я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. До мажор, а потом переход на ля минор мы на начальном этапе, гитаристы вот каким образом играют, кто не знает этих тонкостей, убирают пальцы, снова ставят аккорд ля минор, и играют аккорд ля минор. Ну, если говорить дальше, потом, если мы находимся в тональности ми минор, мы переходим на доминанту, опять-таки отдельно убираем ля минор, си мажорный септ аккорд, и потом на тонику опять все убираем, и снова ставим пальцы. Так вот, вот эти вот моменты, когда мы снимаем пальцы и снова ставим, они могут как раз-таки и создавать вот эти вот цезуры, эти нетактовые паузы, вот эти стыки между аккордами. И наша задача, как мы уже отмечали, максимально их сглазить, нивелировать. Давайте я вам покажу упражнение, один раз его сыграю, в нескольких словах расскажу, каким образом заниматься, а также под этим видео, думаю, что предоставлю вам ссылочку на табулатуру, вы сможете скачать и позаниматься дома самостоятельно. Распечатайте на листочке и поиграйте уже глубже, вникните в суть. И дальше, когда вы освоите уже вот этот вот принцип, будете применять его в игре на гитаре, вы заметите, что ваша игра стала намного более благозвучной, намного более такой сглаженной, где не обрывается мелодия. Итак, само упражнение сыграю, а потом расскажу в нескольких словах и закончим с вами видео. Всего лишь 4 аккорда, еще раз сыграю. И можно повторить. И вот так вот по кругу. Теперь в чем заключается суть этого упражнения. Значит, смотрите, мы начинаем с аккорда ми минор и играем его в такой аппликатуре, когда мы вторым пальцем зажимаем второй лад на четвертой струне. Потом мы перемещаемся на аккорд до мажор, а второй палец никуда не двигаем. Оставляем его в качестве связующего звена, чтобы не было заметно вот этого стыка перемены между аккордами. Оставили этот палец, просто добавили первый и третий пальцы. Теперь перемещаемся на аккорд для а минор. И оставляем первый и второй пальцы. Просто третий палец мы с третьего лада пятой струны перемещаем на второй лад третьей струны. И переходим на си мажорный септ-аккорд. И здесь мы как раз таки не смещаем третий палец. Еще раз сыграю это упражнение. Обратите внимание на то, что мы пальцы какие не двигаем. Какие пальцы являются связующим звеном. Второй палец. Первый и второй остаются. Только третий остается. И еще раз. Второй палец. Остается никуда мы его не двигаем. Теперь первый и второй остаются. Добавляем третий. И остается только третий. Остальные пальцы расставили. И снова вернулись на исходную ноточку ми. Вот таким образом. Думаю, что если вы поймете смысл этого упражнения, то в дальнейшем, когда будете перемещаться от одного аккорда в другой аккорд, и даже при смене тональности, вы будете находить ноточки, которые будут выступать в качестве связующих звеньев. И они как раз таки помогут вам играть максимально сглаженно и красиво. На этом я хочу закончить это упражнение. Табулатура под этим видео в описании. Всего доброго. Занимайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok